Заметки Электрика С номером S428 от этого же производителя Wacom, впечатлениями о котором я и поделюсь в данном видео. И уже по традиции сначала сделаю обзор данного ножа, ну а затем протестирую его на кабелях различных марок и сечений. Итак, поехали. Вот внешний вид кабельного ножа. Так же как и вся линейка инструментов Wacom, нож имеет ярко-синий цвет. Этим кабельным ножом я пользуюсь порядка трех месяцев и даже упоминал его в одном из своих видео про установку и подключение телевизионной розетки. Кабельный нож Wacom под номером S428 предназначен для снятия внешней оболочки с круглых кабелей диаметром от 4 до 28 мм. Собственно поэтому в его аббревиатуре и фигурирует обозначение как S428. S это сечение, 4 это минимальный диаметр, 28 максимальный. Для круглых кабелей специального ножа у меня не было, поэтому это и было основной целью его приобретения. До этого я умудрялся снимать внешнюю оболочку с помощью ножа с пяткой NMI-01 от КВТ. Правда не всегда это было возможным. А так же пользовался стандартными и самодельными кабельными ножами. Кабельный нож имеет пластиковый корпус на основе полиамида, усиленный стекловолокном. Это прочный материал и в то же время достаточно легкий. Его вес составляет всего 61 грамм. Помимо легкости он еще очень удобно лежит в руке. Ну мне очень удобно. Здесь специальные выступы есть, прямо под пальцы. Здесь под большой палец, чтобы отодвигать скобу. Длина ножа составляет около 140-145 миллиметров. Всего нож имеет два лезвия. Первое, так сказать, основное лезвие расположено под пластиковой скобой. Вот здесь. Скоба достаточно сильно подпружинена. На ней имеется специальное место для большого пальца. Очень удобно ее легко отодвигать. Нож основного лезвия имеет одну режущую кромку. Выступ лезвия регулируется с помощью вот этого красного колесика. Регулировка выступа ножа необходима для настройки глубины реза, так как у каждого кабеля внешняя оболочка имеет свою толщину. Но при этом важно помнить главное правило. Лучше чуть не дорезать, чем перерезать и повредить при этом жилы кабеля. При регулировке лезвие вращается по своей оси. Это сделано для того, чтобы можно было выполнять как поперечный разрез, так и продольный, то есть вдоль кабеля. Помимо основного лезвия имеется еще и дополнительное выдвижное лезвие с крюком. Вот оно. Оно выдвигается и затем фиксируется. Как в сложенном, так и выдвинутом положении. То есть выдвинул лезвие, поработал и задвинул обратно. Это очень удобно и безопасно. Да к тому же нет необходимости применять различного рода защитные колпачки, как есть у некоторых моделей, которые имеют свойство зачастую теряться. Выдвижное лезвие имеет две режущие кромки. Одна режущая кромка имеет прямолинейную заточку с двух сторон и необходима для тех же функций, что и обычный нож. А вот другая кромка имеет форму в виде крюка с внутренней заточкой. Лезвие в виде крюка можно применять, например, для снятия внешней оболочки кабеля. И причем даже плоских кабелей. Так, ну давайте для наглядности заглянем во внутрь ножа и посмотрим, как он устроен. Корпус ножа половинчатый и скреплен тремя шурупами. Как видите, регулировка выступа осуществляется с помощью резьбы, прорезанной в корпусе самого ножа. Здесь резьба и здесь. При повороте колесика в ту или иную сторону держатель с лезвием либо опускается вниз, либо поднимается. Несмотря на то, что резьба пластиковая, ход регулировки достаточно легкий и беступенчатый. Обратно уводим. Здесь установлена у нас пружина для скобы. А это у нас дополнительное лезвие с фиксатором. Ну а сам держатель никак не крепится. Вот он. Саму лезвие. Для примера сниму верхнюю оболочку у следующих марок кабелей. КВВГ 10х1.5. Это у меня ПВС 3х2.5. Так. И это у нас ВВГ 5х2.5. Круглый тоже. Для примера рассмотрим снятие внешней оболочки кабеля. КВВГ 14х1.5. Итак, берем кабель. Подводим его к краю лезвия. Вот таким вот образом. Это нужно для того, чтобы отрегулировать глубину реза. Регулируем колесиком глубину реза. Немножко уменьшу. Так примерно. Ну и далее все. То есть, отводим нож на необходимое расстояние. Захватываем скобой. И делаем поперечный разрез оболочки кабеля. Для надежности можно сделать 2-3 оборотов. Ну а после этого выполняем продольный разрез вдоль кабеля. При этом угол поворота менять у лезвия не нужно. При движении в боковую сторону, оно автоматически повернется в необходимую сторону. Ну вот, поехали. Готово. Ну и все. Осталось снять эту самую оболочку. Все готово. Теперь можно приступать к снятию изоляции с жил кабеля. Но об этом я уже вам неоднократно рассказывал на своем канале заметки Электрика. Напомню, что если изоляцию из жил снимать для подключения различных электроустановочных изделий. Розетки, выключатели, автоматы, клеймники, шинки. То я пользуюсь стрипером Wacom Super под номером 5. О котором я не так давно вам рассказывал. И поехали. Теперь у нас на очереди ПВС 3х2,5. Также берем его сечение. Прикладываем под скобу. И примерно смотрим глубину реза. Ну в принципе, наверное, вот так вот можно вставить. Затем отмеряем необходимое расстояние. Обхватываем скобой. При поперечном разрезе, как я уже говорил, делаем 2-3 оборота. Вот здесь вот можем наблюдать в этом зазоре, как нож у нас прорезает изоляцию. Ну и дальше плавно ведем в боковую сторону. Готово. Ну вот, в принципе, видите, снял его с помощью, вручную вернее. Готово. Так, ну и кабель у нас ВВГ-НГ 5х2,5. Изоляция у меня почему-то поменьше. Немножко уменьшу, чтобы жилки не повредить. Ну вот так. Ставим, делаем круговое движение. И снимаем изоляцию. Вернее, оболочку. Готово. Жилки целые и невредимые. Кстати, вдруг кому пригодится, с помощью данного ножа можно снять оболочку не только с края кабеля, но и прямо в середине. Так, сейчас померим опять. Нормально. Обхватываем. Делаем поперечный надрез. Уходим немножко в сторону. И снова делаем поперечный надрез. Уже у нас получился продольный разрез. И здесь у нас два поперечных. Ну и всё, осталось нам его немножко потрошить. И здесь. Готово. Теперь попробуем снять оболочку кабеля с помощью лезвия с крюком. Принцип его работы мне напоминает принцип работы ножа с пяткой. То есть заводим крюк под оболочку кабеля. Для удобства можно слегка надрезать край оболочки. Для безопасности лучше держите кабель пассатижами. Так. В общем, вот у нас крюк. Вот я его завожу под оболочку. Так. И поехали. Если честно, то данный способ снятия оболочки с кабеля данным крюком мне не особо понравился. И к тому же он не безопасен. Приходится прилагать усилия. Тем не менее, как-то нож постоянно срывается. Пришла у меня идея. Коль с помощью крюка круглые кабели снимать оболочку с круглых кабелей не совсем удобно. То, возможно, на плоских кабелях данный нож поведет себя иначе. В общем, взял кабель ВВГ 3х4 плоский. Надрезаю буквально немножечко край оболочки. Беру пассатижи, не дай Боже. И попробуем. Ну, вот здесь уже другое дело, кстати говоря. Здесь уже другое дело. Конечно, не как нож с пяткой, но, в принципе, разделать можно. Какие выводы можно сделать по результатам работы данного ножа? В общем, данным ножом я буду разделывать изоляцию, вернее, буду снимать внешнюю оболочку только у круглых кабелей и только вот этим основным лезвием. Использовать нож-крюк как для круглых, так и для плоских кабелей я, скорее всего, использовать не буду. То есть, у меня данный нож будет для снятия внешней оболочки круглых кабелей с круглым диаметром, а нож NMI-01 от КВТ для плоских. В общем, вот такой я сделал вывод. Ну, что еще хотел добавить. Стоимость кабельного ножа на момент публикации видео составляет около 900 рублей. Я считаю, что это вполне приемлемая цена. В любом случае, снятие внешней оболочки с помощью кабельного ножа значительно облегчает работу и повышает производительность труда. Если же вам уже приходилось пользоваться данным ножом, то поделитесь своими впечатлениями в комментариях. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Заметки Электрика. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok